По подозрению в крупных взятках задержан полковник ФСБ Кирилл Черкалин. По некоторым данным он возглавляет отдел банковского управления КАМ. Ряд СМИ связывает его задержание с делом экс-совладельца банка Юго-Рохотина. Глава отдела ФСБ полковник Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении крупных взяток. Также задержаны двое бывших сотрудников того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подробности. Черкалин был одним из самых молодых и перспективных сотрудников. Несмотря на то, что ему нет еще 40, он более 10 лет занимал должность начальника второго отдела управления КАМ, сообщила новая газета со ссылкой на неназванные источники. В 2013 году журналисты издания обнаружили у Дмитрия Фролова, задержанного вместе с Черкалином, незадекларированную недвижимость в Италии, дома четыре участка в окрестностях города Стреза. Фролов был уволен летом 2013 года в связи с утратой доверия на основании нормы закона о воинской обязанности и военной службе. Управление КАС службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере. Второй отдел курирует кредитные организации. Его сотрудники прикреплены ко всем крупнейшим банкам, а также работают с регулятором. По данным газеты «Коммерсант», которые ссылаются на телеграм-каналы, задержание Черкалина связано с делом экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. ЦБ отозвал лицензию банка «Югра», входившего в ТОП-30 по активам, еще в июле 2017-го. Регулятор неоднократно добивался возбуждения уголовного дела. Хоть он был задержан в рамках возбужденного 18 апреля дела, басманный суд отправил его под домашний арест. На минувшей неделе были задержаны двое сотрудников 7-го отдела следственного управления ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Как стало известно, Бизнес.ФМ они вымогали у экс-главы издательства «Известия» Раста Галумова 65 миллионов рублей в биткоинах через сгорающие сообщения в Телеграм.